Альпийская деревня Как Волга встречает спортсменов, Вадим, ты как эксперт по воде Не так просто здесь расположена база, не так просто турнир проводится в это время Как обстановка в общем? Сезон открылся, ну так вот, с трудом, но нормально Обстановка по рыбе, как обычно, кто-то ловит, были поимки 7,4, 8,4 судака, там четверки, шестерки Ну такая вот весна обильная очень на крупную рыбу А то, что в турах будет, ну никто не может предположить Бывает ее выключить, бывает она сместится Вода вот в последние дни прям сильно упала у нас Это тоже может повлиять на пищевую активность рыбы Посмотрим? Кто-то наработал там в тишине Кто-то, я думаю, тоже наработал, но говорит, что нет ничего Ну все как обычно, Сергей Почти как обычно, но я это списываю на 1 апреля, который вчера был И спортсмены старались друг друга ввести в заблуждение Не простишь меня, как я тебя сейчас встретил 1 апреля Ну были разные шутки, и в том числе жесткие Не будем передавать, скажем так, атмосферу вчерашнего дня Но единственным, кому я доверяю, это главный судья Павел Хазов Он предполагал сегодня о том, что будет очень много крупного судака Редко я такое слышу Понятное дело, что у нас с судаком более-менее ясна ситуация Он здесь присутствует Но фраза очень много крупного меня насторожила Загад не бывает богат, Сергей Есть такая поговорка русская Вспомни все наши зандерпайки Народ там, а щуки нет, по судаку спокоен Первый игровой день, судаки единичные, щуки много Так, было, согласен Да, в другой опять зандерпайк О, судака нет, судака нет Вот, первый игровой день, щуки нет, судака полно То есть рыба, она, ну, ее может быть, наверное, кто-то может предсказать ее поведение И, опять же, подача, да, очень много приманки играет роль Поэтому посмотрим, будем надеяться, что, да, будут там такие особи-то хорошие Вадим, альпийская деревня, как принимает спортсменов? Есть ли свободные места? И поменял ли ты повара? И что из меню стоит попробовать в точности? Вот, ну, ты рекомендуешь как? Свободных мест нет Если помнишь, после осеннего турнира мы с тобой писали видео Я сказал, ребят, если кто-то собирается на осенний зандерпайк Позаботьтесь о местах для проживания В связи с чем к нам не попала часть желающих команд Потому что, ну, как-то долго они заботились о своих местах Несмотря на то, что количество, как бы, мест у нас во много раз больше А сколько добавили мест? Реально может принять базу? 140 основных плюс 60 допов 200 человек мы сели И не хватило? Не хватило А кто, кстати, из известных экипажей не смог принять участие в весеннем турнире? Я даже уже не упомню Я не вижу очень многих лиц, которые я привык видеть Это именно про них идет лиц? Ну, да, мы не будем упоминать известные экипажи, неизвестные экипажи Пусть это останется такой, как бы, интригой Возможно, мы их увидим там на будущих турнирах Очень жаль, что вы не смогли приехать Конечно же, будем рады Нам вас не хватает Так, по повару, по кухне, по меню Сергей, ну, по повару, меняй, не меняй повара А все равно, как бы, за блюдо контролирую я Я люблю готовить, и поэтому даже новому повару я постоянно говорю Что надо досыпать, что убрать, что доложить Так, в принципе, да, есть один новый повар Но в основном тянут те, кто уже работал здесь И, ну, их практически не надо подталкивать, подтыркивать Я спросил для приличия больше Спасибо за вкусноту, которую вы кормите Но больше, наверное, к турниру хочется еще адресовать вопрос Вот те моменты под запретным местам Все-таки позиция организаторов Зандерпайк остается Ребята, мы не можем контролировать всех разом Но, Сергей, тут же как можно запрещать то, что ты не можешь контролировать Да, вот эти вот, у нас же география турнира То есть игровая зона от Волжской Гресс до Каспия Естественно, организаторы Зандерпайк Никоим образом не смогут проконтролировать Все там запретки, эргозимовальные ямы И поэтому мы еще тогда приняли решение Значит, видеокамеры спортсменов отсматриваются Если будут на видеокамерах какие-то претензии От рыбоохраны, от ГИМСа Либо вообще прекрасно, если это будет протокол То результаты этой команды будут аннулированы Тема закрыта с хейтом по поводу Где кто ловит на Зандерпайк, ребят Есть протокол, есть видеофиксация Меры принимаются радикальные Команда, экипаж снимается полностью Нет, она не снимается Результаты этого дня будут аннулированы Но, опять же, есть специальные органы и инспекции Которые должны контролировать все эти запретные места И когда от них будет информация официальная То, естественно, мы примем меры А все эти там... Вы же понимаете, что видеоэкипажа можно снять Пусть, да... С разных ракурсов Как это получилось у нас один раз Потому что сняли не по прямой А под большим углом И вышло, что экипаж якобы стоял на какой-то... В общем, мы контролируем все эти вопросы Касаемо местоположения экипажа Мы отслеживаем Но нам нужна официально четкая позиция Правильно, Вадим? И в этом случае будут приниматься меры Ко мне заходила рыбоохрана Сейчас же в новом законе есть GPS-координаты Да, все хорошо Я говорю, ребята, вот скажите мне координаты Вот мы нижнюю отбили, а верхнюю еще нет Ну, вот как? Вот нижнюю мы отбили, верхнюю нет То есть это непонятно Раньше же это были адресные ориентиры, да? Например, от села Винное Там 3 километра выше, 750 метров Возникает опять очередной вопрос От начала села, от центра села, от конца села От административной границы села То есть непонятные эти были ориентиры На мой вопрос, как пишет рыбоохрана протоколы Был ответ, как считает нужным Вот так вот Ну что ж, теперь заключительный, скажем так, вопрос К Вадиму Шибаеву Первая пятерка за Андерпайк по итогам трех дней На сегодняшний момент можете сделать такую ставку? Не могу, Сергей Разговариваю с ребятами Экипажи сильные У многих наработки Но эти наработки могут выключиться Да, как бы и стрельнет вообще кто-то Тот, кого ты не ждешь Поэтому, ну, вот как-то прогноз Не знаю Я всегда удивляюсь, как люди там прогнозируют На футбольные матчи ставки ставят То есть для меня это темный лес Лично чем Ну, у тебя были положительные прогнозы в прошлом И тебе удавалось хотя бы один экипаж В пятерочку-то на тренировке уже записать Это Ну, не готов я вот сегодня, честно тебе сказать Я, возможно, выдам тебе прогноз после вот этих двух тренировочных дней После дня тишины Вода падает Обстановка меняется Поэтому вот эти два тренировочных дня Они будут более уже понятны Давай мы с тобой как бы в день тишины встретимся И я, возможно, тебе дам какой-то прогноз по пяти экипажам Все прогнозы переносим на день тишины Ну, а я пойду попробую на этом ветру поговорить с экипажами Если вдруг получится что-то Выведу, скажем так, пару приманок Которые новые появились Для судака А может быть и для щуки А может быть, Быченков мне покажет свою мандулу щучью весеннюю Как тебе? У меня есть секретные приманки У тебя? Да Это Их еще нет в продаже Но они скоро будут Это подарок от команды Могучий Удмурт Так Вот Я их оставлю до... Даже не буду испробовать До отборов То есть ваш экипаж будет в отборах пала Да Которая будет проходить в альпийской деревне, дорогие друзья И играть на приманке Могучий Удмурт Гремучая смех получает, Вавадим Ладно, но к отборам про английских мы еще вернемся Потому что в этом году они будут проходить именно здесь И надеюсь, мы эту тему пообсуждаем Потому что турнир зандерпайка в этом году весенний Можно рассматривать как небольшую тренировку Ну, да У нас полно экипажей, которые подали заявки Доброе утро, товарищи! Доброе, доброе! Опять топливо, опять конист Конечно Ну что, первая официальная тренировка Если вдруг поймаете сегодня рыбу Или вы не ловите рыбу? Мы ее пожарим Нас поймал, отпусти, извините, похоже Это те легендарные мандулы Ребята, эксклюзив Вот они Добавляется чуть-чуть люрекса такого, видишь? Блестящего Просто чуть-чуть для блесток и все А так основная материя Это вот этот материал Он флюоресентный Горит прям ярким-ярким кислотным цветом В ультрафиолете То есть ты считаешь, что вот эти мандулы Идеальные по щуке на Нижней Волге? Ну, по крайней мере, когда холодная вода, скажу так Когда вода теплеет, уже все Они уже будут неактуальны Будет актуален силикон А почему все-таки три цвета Ты считаешь, что должны быть на мандулах? Не три, три-четыре Скажу так Три-четыре, вот Это чтобы видно было лучше приманку? Ну, оттенок, оттенок, получается Оттенок, если с точки зрения смотреть А можно ладони покажи, пожалуйста? Если смотреть с точки зрения, грубо говоря, от рыбы Оттенок получается как бы не такой, как, например, два цвета И здесь оттенок получается больше И ярко выраженный, что ли Вот так вот тебе скажу Дим, он что-то затирает нам Давай, грубо говоря, скажи Силикон вообще, что ли, не ловит? Да не, Макс, он же из Астрахани Только на мандулу ловит Макс чемпион за андерпайк вообще-то Да не, не, не Двукратный, да? Да, да Двукратный чемпион Ты что в команду взял? Объясни, пожалуйста Можно вас по солнышку поставить? Да, конечно, конечно Да не, тут никакого хитрого плана вообще нет Просто Мой напарник, с которым я выступал Не смог приехать, вот Искал, с кем бы выступить На соревнованиях, вот Смотрю чемпион с варбордами Зандерпайка А мне на зандерпайке ехать Честно, много с кем общался Вот Вот так получилось, что Макс откликнулся Вообще, вот и Димой там собирались Вот, разговаривали Но не все подтверждали, вот А потом с Максом уже ударили по рукам Ну и поэтому приехали в тренировки Ну и, в принципе, сейчас работаем Максим, что у тебя там? Жаба, что ли? У меня здесь жаба Зачем тебе жаба? Золотой судак прошел, зачем тебе жаба? Золотой судак прошел, зачем тебе жаба-то? У нас в зандерпайке, но ты пока А, точно, а там щуки нужны? Нам нужны щуки Я-то не знаю Хорошие Мамулечка, икраная Икраиная мамулечка Пусть нам в зандерпайке придет Лава Здравия желаю, дорогие спортсмены Здравия желаю Доброе утро Доброе Ну что, как обстановка, как волна вам волшебная? И что с этим летом получилось, как говорится? Да волна-то, ветер, все это ерунда Да, у нас тут ультера, войнула А что с ней летом? Ну она выкладывается, когда 90 градусов уходит в другом Неправильно ложится, надо вот ее что-то Что я не посвящен зрителям, что такое ультера? Электро-якорь носовой А что с ней летом? А как вы будете у вас? Вот, решаем А есть ручной, веревочный момент? Веревочный, это и есть лепетка Но это не то, что хотелось Ну держи, да, сейчас? Да и он вообще плохо держался А что делать? Ну ждем ребят, у которых есть сервис, которые, может быть, помогут Общая обстановка на воде, а рыба присутствует? Рыба есть Рыба есть А есть ли размерный ряд, видовой состав? Да, размеры разные, есть мелкие, крупные Есть много рыбы Видим приборы И фаноптикс в том числе Ну, с реализацией пока с поклевками, с выходами Тут как-то и... А, то есть вижу, но не могу Виде только, да зуб не имет Как обычно, в общем, все загадка Ладно, хорошей вам починки Если в двух деталях, а приманках весенних После такой починки, можете что-то уже из тренировок привезти? Ну, у нас фан постоянно рабочий А можно посмотреть? Мы же для зрителей, не для себя Опять это все, вот эта вот вся тема Шартрез, арбуз А размерный ряд, скажем так Пал И крупноватый? Нормальный, все взлетает Пал 0-2 продолжает работать, правильно? Работает Доброе утро, дорогие спортсмены Как вам ветерок, как погода? Добрейшего утра Ветерок стандартный, в Ростове привыкли к такому Немного о вашей команде Ростов-на-Дону? Да, Ростов-на-Дону Команда еще не сильно известная На таких турнирах мы второй раз всего лишь Ну, по спорту выступаем немножко У себя в Ростовской области Вот поедем на чемпионат России Который состоится у нас в Ростовской области в июне Первый раз Какие задачи, ну, скажем так Как новые команды на турнире из Андерпайк ставят перед собой На тренировку Сегодня первая официальная тренировка Ну и вообще на турнире, в двух словах Ну, так как мы любим рыбалку Волга нам интересна тем, что тут совсем другой способ ловли Чем у нас в Ростовской области Мы в основном ловим рыбу там на водохранилище у нас в Веселовском На Дону Прилегающих там реках Северский Донец Меус Тут способы ловли Вообще сама методика кардинально отличается от нашей Как бы от нашего региона И поэтому вот Мы были на турнире осенью И первый раз вообще в жизни на Волге И мы немножко, конечно, первые три дня приходили в себя От весов приманок Так как тут у нас никогда мы не использовали веса больше 16 грамм вообще в жизни А тут приходится ловить И подбирать толщину плетни Вес приманок Направление заброса Так как течение просто ураган Ну, спасибо По оборудованию мы очень готовы Лодка, конечно, не самого высокого уровня Но заряд такой, что позволяет участвовать в соревнованиях уровня зандерпайка и выше Скорость лодки 92 Рыбопоисковое оборудование у нас современное достаточно И на опыта наберемся И будем выигрывать Вот мы второй раз, я повторюсь, на турнире Нам очень нравится база Очень нравится вся обстановка Очень много хороших спортсменов участвует И, так как я сказал, мы очень людям рыбалку И даже команда называется Рожденный рыбачить Мы будем дальше участвовать Думаю, наберемся опыта И в этом весеннем этапе постараемся войти в пятерочку хотя бы Слово постараемся как-то от Краснодара Ну, от вас звучит Тут все зависит немножко Конечно, 90% от нас И 10% от водоемости Что-то из приманок наработали, если можно для наших зрителей показать? Что мы ловим на приманке? А что ловят Рожденный рыбач? Не совсем как бы стандартно Не подумайте, что реклама Ну, у нас есть приманки Вы посмотрите Всех производителей И Китэч И Фрап И торговая марка Дельфин Ну, вот Разловили мы Реально Размеры больше А там маленькие размеры Там где-то больше лежат Просто Так, чтобы было понятно А какая рыба на борту уже была у вас? На борту Даже чехонь В рот взял Чехонь А что ищет он? Что? Приманка Я ищу показать приманка Секретный Которая тут работает очень хорошо Вы потеряли Приманка Вы потеряли Ловище приманка На подруху у меня Вот, у нас есть Наконец-то мы ящик увидели Который А можно и у вас их получше Еще раз посмотреть Ну, не знаю Знаменитая Так, стоп-стоп Во-первых, надпись Селедка Селедка Согрошеный Ну, мы ее называем селедкой Шаг Б То есть, вот этот цвет Коричневого Ну, мы так заметили Что сейчас ловят цвета Как говорится Ближе к темным А можно посмотреть Посмотрите Вот, наверное Вот, какой цвет Вот Солнышко Такой Натурально Мы докажем, что он работает Пятый турнир Юбилейный И вдруг заработал коричневый 90% пойманной рыбы Как ни странно Не на кислоту Не на кислоту Не на кислоту Осенью кислота, да Работала Осенью работала кислота Вот Работал Вы обладаете навыком Тактического заблуждения Соперников Путем Ложного интервью Почему я не даю Ложное интервью Потому что этот цвет В простонародье Амигас Амигас Никто не повторит Это Как говорится Это Есть такой Производитель приманок Дельфин 161 Вот Этот цвет только у них Все Этот цвет Наработанный рыбаками Которые рыбачат В Ростовской области Спортсмены-любители С нашими приманками Даже Ну, люди Тренировались Ну, как бы На водоемах По всей России Что поймала Эта приманка На нашу тренировку Она поймала От щуки До судака Рекорд этой приманки Судак На 4 400 Честно Откровенно Да Приехали мы Сколько Чуть больше Недели назад Наверное Поехали Проехали Сначала Познакомились С водоемом Потому что Для нас Этот водоем Новый На Олге Там были В разных локациях Но конкретно В этом месте Мы здесь Первый раз Проехали Познакомились Рыбу Половили В начале Тренировок У нас была Отличная рыбалка Ну Все как обычно К турам Похуже Ваш родной водоем Леш Веселовское водохранилище На родной водоем Мы там всегда Ловим Река Дон До Цемлянского Не такое сильное течение На Веселовском водохранилище Зато волна Бывает до полтора метра Спокойно поднимается Так что нам такие ветра У нас ветра вообще Все время дут Потому что Мы живем на берегу Азовского моря Все наши водоемы находятся И ветра Ветра Волна Вообще Это такое себе То есть Волская волна Вообще не парит Нет Не Ну лодка у нас Не мореходная Как бы У нас одна проблема С этим Это лодка У нас Немножко сложности Будут конечно Ходить Если по одной миссу Высокая волна А что за лодка И почему ты считаешь Что не готова Ну Волжанка 50 Она чисто Она не предназначена Для большой волны Она не попадает С волны на волну Немножечко Ей не хватает Вот Поэтому Будут конечно Проблемы с мореходностью Небольшие Ну Нам не привыкать Что ты с приманок Покажете нашим зрителям Что уже наработали И возможно Вот этот хаос Весь наработан Разрешите к вам На борт Посмотреть на ваш хаос Мы покажем Наш эксклюзив Наших спонсоров Приманка Дельфин Так Опять дельфин Опять этот дельфин А почему Ее никого Ни у кого еще нету Это чистый эксклюзив На Волге Разловлено Очень хорошо Показала на тренировку К себя очень хорошо Надеюсь Туре тоже Преподнесет нам Она ловила на тренировку Да Ну как раз Ту самую большую рыбу Которую упоминали Производители Поймали мы Да Интересно Конкретно могу показать Накреподнесет Не скрываем А по щуке А по щуке Парни Что-то наработали Или пока Так скажем Мы посмотрим Посмотрим Ничего говорить Не будем Что-то указать Потому что Творческий рыболовный Хаос У вас здесь Из резины Мандулы А мандулы Не Мандулы у нас есть Но мы больше Верим в резину Потому что она Более лучше работает Просто Макс Боченков Это двукратный Чемпион Зандерпайка И мандулы Он скажем так Ставит в ряд Очень такой Интересный По щуке Ну мандулы ловят Нельзя сказать И исключать их Тоже нельзя Из списка Приманок Но ставку Делать на них Мы не Мандула ловит Количество Но качество Больше ловит На тренировках На тренировках Мандула отловила Очень много Очень много судака Но он был Весь незачетный Рыбанутые.рф Это самое большое И амбициозное Тюнинг-ателье в России Площадью более 1500 квадратных метров Это команда Опытных профессионалов С головой Погруженных В свое дело Которая создает Самые яркие И уникальные проекты Рыбанутые.рф Это поддержка 24 на 7 После сдачи проекта И индивидуальный подход Каждому заказчику Вне зависимости От стоимости проекта Доброе утро Доброе утро Хорошее решение По поводу Вне ветра Ничего Тепло там есть Тепло там есть Погода заставляет Вопаста стоит там? Нет, вопаста нет Погадим и так Как в парнике А, парниковый эффект используйте Да Разрешите к вам В теплое местечко Хорошо Какие исключили районы уже Здесь щуки Точно нет Вот Если такую логику построить На глубинах есть щука? На русле мы ее не нашли На русле нет А к Юре Тетенкову подходили У него пока держится рекорд Зандерпайк по щуке Да кто же расскажет Где ее искать? Ну хотя бы Юра расскажет Кстати Хотя бы даст подсказку Башенков опять Он на мандулу ловит щуп Я какие-то тайны для вас Но открываю Сколько мандулу кидали Вообще ни судак, ни щуп Не привет на нее Не знаю как Может быть на Вьере Как на меликах как-то Ну вот сейчас Сейчас я зайдем Поискать ее там Как раз Ну а в общем Есть какие-то итоги Уже сколько дней Тренируетесь? Сегодня Седьмой Седьмой день Ищуки нет Нет У нас здесь Что в том году Была проблема Что в этом Ну если судак наработан То можно Какие-то приманки Какие можно показать По судаку Что работает у вас А что это такое? Это то что он грызет Грызет? А Тормальный класс Без хвостого Обгрызенный Фокстрейдж? Да Дохлород Ярославский Ярославская мафия Снова на Зандерпайке Ну это копии конечно Но тем не менее Стиль Ветер молчит Доброе утро Арию слушай Арию с утра слушай Нет я сам Ария А ты сам Ария Товарищ Боткэп Алексей Привет Как обстановка? Слова Если Фантом готов или не готов? Фантом готов всегда к бою Обстановка супер Все меняется каждый час Рыба двигается Весна Вода падает Ветер дует Сегодня север 12 метров в секунду Просто леденеют Пальцы, руки Все круто Мы Так любим Леш У многих экипажей Очень много вопросов К местной щуки Есть ли у вас к ней вопросы? И вообще Да У нас только один вопрос Где она? Щука это миф Здесь нет щуки Не бывает Распортными щуки Миф Не бывает Миф Ну кто-нибудь привезет Обязательно Три крупных щуки Пару экипажей Точно будет Не знаю где Они их возьмут На рынке В Волгограде В Каспии Но где-то возьмут И пару экипажей Обязательно привезут Хороших щук А Фантом подходил К Юре Титенко За консультацией Побег Побег Трофейные щуки Сейчас можно подходить Только за дезинформацией И сбить только с толку себя И всех остальных Какими-то советами Не знаю Мы так не любим Мы играем по своей игре И по своему плану Леш Какую самую Катастрофическую дезинформацию Ты слышал за дни тренировок На зандерпайке? Ну один экипаж К примеру Говорил что каждый день Стабильно За 40 минут Закрывался щуками 3 плюс Вот Не знаю Хочу посмотреть Доказательства Видео Фото Сказали После турнира Их предоставят Ну Что-то я сомневаюсь На какой лодке На таких фавш На моторной На моторной А почему Так Ну что Щуки нет Судака тоже нет Судака валом Леш Подходи Я просто Вы друг от друга Бежите У меня же камера Саня Судака валом Какого Судака валом Вот такого Не Ну судака Полавливаем Вот И были какие-то Перемены В его местонахождении Но сейчас Все нормально Сейчас Рабочая обстановка Судака Поймаем Саня шпарит Просто Как из пулемета Судака А может он Показать какую-то Пойманку Которую судака Точно ловит Здесь Руки и мозг Опа А посмотреть можно У нас не все Зрители знают Руки Руки и мозг Руки и мозг Да Я думал так Приманка называется Руки и мозг Я бы конечно Показал Хорошее название Опыт Да Опыт рыболовный Судачатников И руки и мозг Ловит рыбу Ну а если серьезно То Приманки 6-7 дюймов Цвет Не знаю Саня верит В цвет Я Здесь Сейчас Ну пробовал Разные приманки Вроде работают Разные цвета Разные цвета Я верю Он слишком мало был На воде Ха-ха-ха Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok